Всероссийская конференция-конкурс имени Льва Толстого. Кто получит дополнительные баллы к ЕГЭ? Мне посоветовал мой преподаватель по русскому языку. Предложила поучаствовать в этом проекте. Я согласилась и была очень рада. Травмы спинного мозга — не приговор. Новое исследование учёных КФУ. Сейчас мы уже получаем изолированную культуру, чистые микрофагов и микрогли, уже смотрим их поведение. Открытие учёных Казанского университета подружат Айос и Андроид. Мы хотим получить метод, который по возможным двум комплексам программ говорит, можно ли один из них за разумно быстрое время транслировать в другой. О чём поговорили учёные в Елабуге? Очень много студентов и учащихся увлекаются каким-то вопросом и потом сами начинают углублять эти знания сами для себя уже. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Настя Кузьмина. Казанский федеральный университет расположился на 250-м месте в мировом рейтинге высших учебных заведений за 2022 год по версии агентства Around University Ranking, войдя в так называемую Серебряную лигу. Это шестой результат среди всех вузов Российской Федерации. В прошлом году КФУ занимал 372-е место и располагался в Бронзовой лиге, занимая восьмую позицию по стране. Таким образом, по сравнению с 2021 годом, Казанский университет продемонстрировал рост сразу на 122 пункта. В рейтинге РУР оценивается эффективность более тысячи ведущих вузов мира по 20 показателям, сгруппированным по четырём ключевым направлениям деятельности, таким как преподавание, исследование, международное разнообразие и финансовая устойчивость. Завершилась шестая Всероссийская конференция-конкурс имени Льва Толстого. О всех подробностях мероприятия расскажет наша новостная служба. 10 декабря завершилась шестая Всероссийская научная конференция-конкурс учащихся. Конференция-конкурс учащихся имени Льва Толстого. Мероприятие прошло в стенах Института филологии межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. В начале конкурса для торжественного открытия участников собрали в актовом зале, где с приветственным словом выступил директор Института Радив Замалединов. Конференции принимают участие школьники с 8 по 11 классы, приехавшие с разных уголков Российской Федерации. Конкурс проводится в два этапа – очный и заочный. Это могут быть работы по русскому языку, по русской литературе, по зарубежной литературе, по русскому языку, английскому языку, по татарскому языку. В принципе, любая область филологии, которая подвластна нашему институту, она представлена и в ученических работах, которых сегодня набралось достаточно большое количество. После открытия конкурса участники разошлись по секциям, где им предстояла защита проекта перед комиссией. Всего было выделено 13 секций. У ребят было 6 минут на выступление, в ходе которого они должны были представить свою работу. Например, София Куприянова подготовила свой проект «Молодежный сленг в речи школьников» и будет защищать его в секции «Актуальные вопросы русского языка». Мне посоветовал мой преподаватель по русскому языку, предложила поучаствовать в этом проекте. Я согласилась и была этому очень рада, потому что поучаствовать в КФУ – это большая награда, можно сказать. В финальной части конкурса состоялось награждение победителей. Ребятам вручили дипломы, а ученикам 11 класса при поступлении в Казанский федеральный университет будут добавлены дополнительные баллы к ЕГЭ. Амир Ахтямов, Адалина Абдрахманова, Ленар Гизатуллин. Универньюс. В Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета разрабатывается исключительное и единственное в своем роде исследование, направленное на выяснение механизмов макрофагов и микроглии. Для чего оно нужно, выяснял наш корреспондент. Поляризация клеток микроглии и макрофагов на различном удалении от травматического повреждения спинного мозга. Так называется научный проект Эльвиры Ахмедзяновой. Младшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории OpenLab генной и клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Исследования направлены на изучение иммунных клеток центральной нервной системы при травмах спинного мозга различной степени тяжести. По словам Эльвиры, исследование уникально, ведь эта сфера ранее учеными не изучалась. Раньше считалось, что иммунные клетки работают только в месте повреждения. Сейчас мы предполагаем, что данные клетки разрушают или восстанавливают нервную ткань не только в месте повреждения, но и на большом удалении. А таких исследований еще не было. То есть оно у нас такое первое. Эльвира изучает проблему восстановления спинного мозга после травмы уже на протяжении 8 лет. При его разрыве в участках тела ниже места повреждения нарушается связь с головным мозгом. Чаще всего люди с такими травмами приобретают инвалидность. Чтобы максимально снизить все риски, важно понимать, как работают клетки в месте травмы и в организме в целом. Что и как на них влияет. Каков иммунный ответ. Накануне проект поддержал Российский научный фонд. Размер гранты на исследование составил около полутора миллиона рублей. Сейчас мы уже получаем изолированные культуры чистые, макрофагов и микроглии. Уже смотрим их поведение, проводим некоторые анализы еще до получения средств. То есть идут уже подготовительные работы. В перспективе исследования поможет ученым в разработке эффективных методов лечения и лекарственных средств при травмах спинного мозга. Наличие фундаментальных знаний о процессах, которые происходят в организме в момент повреждения, позволит подобрать индивидуальные рекомендации для каждого пациента. Маргарита Михайлова, Карина Саяхова, Фарид Захитаглы. Универ Ньюс. Команда Института математики и механики имени Лобачевского выиграла грант в размере полутора миллионов рублей. Что они исследуют, расскажем далее. Активное развитие современных компьютерных технологий предполагает создание проектов, которые в перспективе будут удовлетворять потребности человека. К примеру, потребность адаптировать определенные программы с одних устройств на другие с помощью вычисления алгоритма. Сейчас очень актуальной является задача переноса алгоритмов с одного устройства на другое устройство. Простой пример. Нам хочется научиться переносить приложения, которые написаны на iOS, Apple, на андроиды. И вот как раз теория нумераций, теория, которой посвящен проект, решает задачи вот такой трансляции. Не одно какое-то приложение, там не Google карты в Google карты, а сразу все, сразу во все. Проект направлен на исследование скорости трансляции. Ученые отмечают, что за последние 8 лет был определенный прорыв в этом направлении. Мы хотим получить метод, который вот по возможным двум комплексам программ говорит, можно ли один из них за разумное быстрое время транслировать в другой. Или же доказать, что это невозможно. В команду проекта, помимо Марата Файзрахманова, вошли доктор физико-математических наук Искандер Калимулин, а также студент Рамиль Боговиев и доцент кафедры алгебры и математической логики Максим Зубков. Инициативу команды поддержал Российский научный фонд. Ученые победили в конкурсе на грант. На проект будет выделено около полутора миллиона рублей. Маргарита Михайлова, Алина Красильникова, Фарид Захитаглы. Универньюс. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось научно-познавательное мероприятие, организованное Российским обществом знания. Подробнее в сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось научно-познавательное мероприятие, организованное Российским обществом знания. Научный форум под названием «Ученый говорит» был организован в виде батла, судьями в котором являлись все присутствующие слушатели. Нескольким молодым ученым предстояло в короткой и доступной форме провести лекцию о последних достижениях в области науки и технологий. После чего аудитории с помощью аплодисментов предстояло выбрать, кто из лекторов продолжит рассказ, а кто выбывает из гонки. В оригинальном соревновательном формате были представлены доклады, посвященные современным технологиям дополненной реальности, нейрокомпьютерным системам, вопросам кибербезопасности, способам изучения молекулярных свойств веществ и даже технологиям создания космических шаттлов. Мы подаем это довольно интересно и просто. И как раз-таки очень много студентов и учащихся, они увлекаются каким-то вопросом и потом сами начинают углублять эти знания сами для себя уже. Вообще формат батлов ученый говорит, он не нов, он ранее тоже использовался, но вот Российское общество знания решило создать свой проект. Его суть в том, что мы в краткой форме за 15 минут стараемся рассказать ребятам о каких-то своих исследованиях. Я рассказываю про IT-сферу, о том, почему приложение мобильное выглядит так, как выглядит. Во встрече со спикерами Российского общества знания приняли участие как студенты института, так и обучающиеся колледжа и университетской школы. Формат научного батла «Ученый говорит» позволил всем присутствующим не только получить множество интересной информации за короткий промежуток времени, но и самим скорректировать содержание дискуссии путем выбора победителей в каждом из раундов. Мерокриятия проходят очень интересно, новый формат какой-то, может, какое-то оживление, привычный формат лекции, так скажем. Я хочу связать свою жизнь с сферой IT, маркетингом и рекламой, и поэтому мне очень понравилось выступление Марии, потому что ее навыки и ее знания очень пригодятся мне в будущем. Отметим, что проект «Ученый говорит» успешно реализуется во многих научно-образовательных площадках по всей России и служит для популяризации самых актуальных и прогрессивных достижений отечественной и мировой науки. Амир Ахтямов, Айдар Нурмиев, Универньюс. В Москве прошло заседание Совета по грантам под руководством главы Миноборнауки Российской Федерации Валерия Фалькова. Заслушивались вузы-получатели специальной части гранта проекта «Приоритет 2030». Как отметил ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин в своем выступлении, год был посвящен формированию программы научно-технологического развития Татарстана, где Казанский университет выступил генеральным разработчиком. В результате чего стратегические проекты программы развития КФУ в настоящее время формируют ядро будущей экосистемы республики. Команда туристского клуба Казанского федерального университета «Альтер-эго» заняла первое место в абсолютном зачете на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму «Студенческая лига спортивного туризма». В состязаниях, организатором которых выступила Федерация спортивного туризма России, приняли участие представители 40 вузов из 24 регионов страны. На этом все. В студии была Настя Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова